Государство — это всё-таки институциональная структура, которая, в общем, оформляет организацию, которая, как сейчас в последнее время исследуется, представляет собой более глубокую и важную вещь. Иногда это называют «дип-стейт». Я думаю, что «дип-стейт» — это элитная структура, которая производит иные тереновые смыслы, иные тереновые перспективы. Вот это «дип-стейт», то есть которая придаёт смысл этой организованности, позволяя дальше быть государством. Или не придаёт, и тогда государство оказывается фейком. И вот об этом идёт речь. Ещё раз, с моей точки зрения, «дип-стейт» — это три типа дискуссий в обществе, в элите, не в обществе, а в элите. О свободе, о благе, о достоинстве. Почему о свободе? Потому что если мы не говорим о свободе, мы очень быстро скатываемся в различные формы тоталитаризма и авторитаризма. Заметьте, в элите, мы должны вести про эту дискуссию, в элите. Потому что если так, то тогда, конечно, тогда принуждение. И неважно, в каком виде это принуждение. Классовое принуждение, национальное принуждение, расовое принуждение, гендерное принуждение — это всегда принуждение. Всегда, если у нас нет дискуссии о том, что такое свобода, зачем она нужна, что значит воплотить в свободу, как договориться об этой свободе. Если нет дискуссии о благе, нет договора. Непонятно, зачем быть вместе. Непонятно, что мы производим, когда мы вместе. Потому что одно дело делает вид, что мы пытаемся добиться комфорта от ЕС и безопасности от НАТО, это же умывать руки. Мы же куда-то попадаем, и там нам всё дадут. Мы это не производим сам. То есть это передоверенное благо или делегированное благо. Делегированное благо убивает субъектность напрочь. Кто вы такие? Украинец. А что вы такие? Ну мы идём в ЕС, чтобы жить богато, а в НАТО, чтобы жить в безопасности. А сам мы, да сами мы, мы тут так просто белим, красим, собираем урожай. Дай-то гроши. Да, дай-то. Дай-то сбрую, дай-то боеприпас. И о достоинстве. Достоинство – это то важное, за что мы можем жить, умереть, добиваться чего-то, чего ещё никто не добивался. Да, вот достоинство всегда связано с неким воображением. Заметь, не с идентичностью, а с воображением. Достоинство – это то в твоём воображении, что ты для себя придумаешь как важное. Придумывай, не из памяти извлекаешь. А вот был золотой век, казачьи, шешусь, шешусь, и у цебулы гидни люды. А давайте мы сегодня так будем. Это достоинство отношений не имеет. Достоинство – это то, что в воображении. Это твоя мера, которую ты изобретаешь. Не та, которую кто-то до тебя изобрёл, а которую ты изобретаешь. Которую принимают другие и живут так, вернее, не другие, а молодёжь, и потом она становится иным новым самоопределением. Вот где-то так. Потому что иметь архаичное достоинство – это, конечно, здорово. Что ты? Ну, я не убиваю, не краду, не родителей уважаю. Ну, здорово, да, это достойно, безусловно. А что ещё? Ну, ещё я в ЕС Евната. Здорово. А что ты? Ну, а что тут твоё? А ты где? Сам ты где? Да, сам ты где? Ты кто? Ну, я так просто, ну, как бы, там, бурочки по сапату. Присоединяюсь. Да. Все побежали, я побежал.